В преддверии 9 мая на площади Нахимова провели торжественную акцию «Полковое знамя». У мемориала героической обороны Севастополя собрались ветераны и лучшие представители школ города. Сегодня из школ Гагаринского и Ленинского района по 4 человека награждают самым высшим знаком Российской Федерации юный защитник Отечества. Предварительно первое награждение состоялось месяц назад, и тогда наградили, по-моему, 30 с чем-то человек, не помню. А сегодня эта акция расширена. Началась акция со слов благодарности в адрес ветеранов и минуты молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, обшим за свободу и независимость в нашем роде. Затем слово предоставили руководителям города и депутатам Государственной Думы Российской Федерации, напомнивших о героической истории Севастополя и духовном значении города для России. Сегодняшнее событие не только памятное для Севастополя, оно памятное сегодня для всей нашей матушки России. И то, что 16 марта Крым и Севастополь выбрал свой путь, тот путь, который отвечает интересам духовным, нравственным, героическим. То, что Севастополь и Крым вернулись в лоно Российской Федерации, это большое ваше человеческое и духовное наследие. Тут же руководителям учебных заведений вручили национальные знамена. После чего честь принимать знамена Победы и регионального отделения Российского Союза Ветеранов выпала руководителю городской общественной организации. Руководителю Севастопольского регионального отделения Российского Союза Ветеранов Маслову Сергею Алексеевичу. Не забыли организовать для ветеранов и лучших учеников школ Ленинского и Гагаренского районов концерт с патриотическими песнями выступил заслуженный артист России Евгений Феонов. Ни тем, кто память не измерить, с ней наших сил не сокрушить, пока живем, мы будем верить, пока мы верим, будем жить, пока мы... В завершении акции «Полковое знамя» ветеранов наградили юбилейными медалями 70 лет освобождения Севастополя. Школьникам же вручили знаки «Юный защитник Отечества». Для этого от каждого учебного заведения отобрали четверых, показавших лучшие результаты в военно-спортивных играх. Основной задачей всех этих военно-патриотических игр – это память. Память наших предков, то, что они сделали для Севастополя. И мы пытаемся повторять их подвиги, готовимся, что мало ли нам придется повторить их же подвиги. Это очень для меня знаменательное событие, потому что первый раз получить такую почетную награду – это для меня впервые. Очень приятно, спасибо городу, спасибо руководителям, которые проводят такие мероприятия, для них это безусловно очень приятно. По окончании мероприятия ребята получили возможность в неформальной обстановке пообщаться с ветеранами, прошедшими войну. Владимир Сорокин, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Программа «Наше время».